Преступника остановит, в горящую избу войдет. Такие нижегородские полицейские. По крайней мере, один из них – житель поселка Сява Андрей Разумов. Он – прапорщик полиции, работает водителем в местном РУВД. А в свободное от работы время спасает людей с пожара. Ночью в 11 часов, где-то, ну, около 11, вышел, увидел зарево в этой стороне. Прибежав к дому, я увидел, что здесь находится мой сосед, Коля Сав Сергей. В это время уже двор горел очень сильно, крыша дома. И вот веранда, вот эта вот сторона веранды горела. Вот эту входную дверь сломали, сразу выломали ее. Два раза проходил по кругу. Два раза просматривал все, чтобы наверняка, потому что время очень мало было. Дым очень плохо видно, поэтому я боялся не увидеть. Просто, напросто, я хоть и кричал, человек мог не отозваться, потому что, ну, может, потерял сознание. А в дыму мог не заметить. Зашли туда, и там вот уже в жилом помещении стоял Поспелов там. Вот сюда вытащили его. Посадили. Ну, спасибо от Колесов и Разумов Андрей. Взяли под руки, я не знал, куда даже и сунуться. Вывели на улицу. Ну, шокосо состояние, наверное, было. А там-то смутно потом это самое все. Жизнь рисковал своей. Ведь он же шел в дом, он же не знал, там прогорел потолок или не прогорел. Ведь могло быть обрушение потолка. Да чего бояться-то? Напугаться можно после, может быть, было. А тут не до испуга просто-напросто. Да и нельзя было не идти как-то. Во-первых, сотрудник полиции это должен пример показывать. Если еще три минуты он бы сгорел там, вот в огонь кого пошлешь туда, правильно? Не каждый полезет туда. Благородный офицерский поступок. Спасибо, вот, конечно, вот соседей, ну, что человеческую-то жизнь как бы спасли. Все это доложено начальнику отдела, Малоземову Ивана Леонидовича. Это уже там были представления на ГУВД. Я так думаю, человек действительно совершил героический поступок. Ну, не ради того, чтобы меня наградили сюда. Чтобы человеку жизнь спасти. Ведь, может, людям, кто здесь находился. Потому что каждый может быть в этой ситуации. Могу оказаться когда-то, не дай бог, и я. Я надеюсь, тоже найдется кто-нибудь там.